Всем здравствуйте! Я очень-очень рада приветствовать всех вас на моем YouTube-канале. И сегодня мне бы очень хотелось рассказать вам о новых средствах по уходу за кожей лица, которые я открыла для себя в последнее время, которые мне очень-очень понравились, либо некоторые из них мне понравились чуть меньше, чем я ожидала. Итак, если вам интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще очень-очень много интересных. Итак, первое средство, о котором бы мне хотелось рассказать в данном видео, это вот такая вот маска от марки Аведа. Марка Аведа, как вы знаете, очень-очень мне нравится, и мне нравится не только средство по уходу за волосами от марки Аведа, но также средство по уходу за лицом. Вот в данном случае это у нас Туласара Wedding Mask Eye. Это маска для глаз, вот в такой вот баночке. Данная баночка объемом 15 мл. На самом деле это не совсем маска, это такой ночной, очень классный крем для глаз, очень питательный. Он у меня практически закончился, поэтому сейчас я нахожусь в такой определенной панике. Вот видите, там у меня осталось немножечко на донышке. Я нахожусь в определенной панике, потому что на данный продукт я просто подсела, он мне безумно нравится. И все последнее время я практически каждый вечер использовала вот данную маску, данное средство, как свой основной уход за зоной вокруг глаз в вечернее время. Собственно, наносится он как обычный крем, консистенция такая достаточно густая, очень приятная, не жирная и не липкая, наносится как обычный крем, оставляется на ночь, а с утра убирается остатки какие-то, ну на самом деле с утра уже остатков никаких не остается. Данное средство прекрасно впитывается в вашу кожу, прекрасно ухаживает за зоной вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки, очень эффективно питает и восстанавливает кожу под вашими глазками. С данным средством у меня не бывает проблем с припухлостями под глазами, с отеками под глазами. И состояние моей кожи на утро после применения данной маски меня очень-очень радует. И если первое время после приобретения данной маски я ее использовала в первую очередь как некое со-средство, вот в те моменты, когда я не высыпалась или у меня были какие-то стрессы, то потом я перешла на ежедневное использование данной маски и очень-очень осталась довольна результатом. Маска данная не дешевая, но опять же, поверьте мне, я достаточно часто говорю данную фразу, но это действительно так, вот данный продукт, он правда стоит тех денег, которые за него просят, он очень-очень классный и если вы попробуете, я практически уверена, что вы так же как я останетесь в полном восторге от данного средства от марки Aveda. Следующий продукт, о котором бы мне хотелось рассказать, это вот такой вот купероз гель от немецкой профессиональной марки Janssen Cosmetics. Те, кто следят за моим инстаграмом, уже видели пост хвалебный, посвященный данному средству. Это средство, вот оно, к сожалению, при таком освещении, оно просто катастрофически отсвечивает. Оно в объеме 30 мл с вот таким вот носиком-дозатором, с помощью которого можно выдавить небольшое количество средства, вот ровно столько средства, сколько вам нужно. Как вы знаете, у меня есть определенные проблемы с куперозом на лице, особенно на вот зоне вокруг носа и вокруг губ, и поэтому в своем дневном ритуале ухода за кожей лица для меня некое антикуперозное средство является моим таким абсолютным must-have. Раньше, как вы знаете, мне очень нравилось средство антирежурфор от марки Avene, а сейчас я попробовала средство купероз гель от марки Janssen Cosmetics и тоже осталась ему очень-очень довольна. Все последнее время я пользуюсь данным средством. Расход данного продукта очень-очень небольшой. Как я уже сказала, я сначала очищаю кожу своего лица, потом тонизирую. Третьим шагом я наношу данный антикуперозный гель, либо его можно назвать еще антикуперозным концентратом, на вот мою как раз проблемную зону вокруг носа и вокруг губ. Несколько минут даю данному средству, чтобы оно максимально эффективно отработало, и уже после этого наношу мой базовый дневной крем по уходу за кожей лица. Данное средство имеет очень неплохой состав, направленный на, собственно, решение двух проблем. Первое – это уменьшение розации, уменьшение покрасления в данной зоне, уменьшение видимости, соответственно, красных мелких капилляров сосудиков. И второе свойство – это укрепление стенок сосудов нашего лица. При регулярном применении антикуперозного геля вы, может быть, не решаете данную проблему полностью, но как минимум значительно уменьшаете видимые признаки проблемы купероза, и данная проблема становится в данном случае весьма-весьма контролируемая вами. Еще хочу отдельно обратить внимание, что с маркой Janssen Cosmetics я знакома уже достаточно давно, и пробовала разные продукты от этой марки. Могу сказать, что марка действительно очень качественная, марка профессиональная, на ней работают достаточно много дорогих элитных салонов красоты. Если вы еще не знакомы с маркой Janssen Cosmetics, советую вам присмотреться к данной марке. Линейка продуктов по уходу за кожей лица у данной марки достаточно широкая, и для любого типа кожи, соответственно, вы сможете подобрать специальные продукты. Следующее средство, о котором бы мне хотелось вам рассказать, это вот такой вот гель для умывания от моей любимой американской марки Dermalogica. Это у нас Special Cleansing Gel. Данная баночка такая большая, весистая, она в объеме 250 мл, собственно, как и все гели Dermalogica. Вот такой вот здесь есть носик-дозатор, с помощью которого вы необходимое средство для умывания выдавливаете на вашу ладошку, добавляете немножечко воды, вспениваете и уже потом наносите на ваше лицо. Данный гель мне очень-очень понравился. Данный гель, он не является эксфолирующим, он является таким базовым, очень хорошим мягким очищением вашей кожи лица. Данный гель вы можете использовать, в принципе, при любом типе кожи. Данный гель вы, не боясь, можете использовать и после каких-то пилингов достаточно активных, после использования кислот. Его можно использовать как во время утреннего очищения вашей кожи лица, так и во время вечернего очищения вашей кожи лица. Он, как я уже сказала, достаточно эффективно, очень-очень мягко очищает кожу вашего лица, успокаивает ее. В его составе находится мята, в его составе находится экстракт лаванды, который способствует снятию любого раздражения, которое на вашей коже на данный момент находится. И так как непосредственно я ухаживаю за своей кожей с помощью периодически достаточно агрессивных средств, я активно использую ретинолы, кислоты, то выбирая средства для очищения лица, для меня сейчас основным критерием является именно мягкость данного средства, потому что кислоты я использую в составе ночных сывороток и концентратов. От очищающего геля мне функция эксполиации, в принципе, не нужна. Мне как раз нужно вот это вот нежное мягкое очищение, мне нужно успокаивание моей кожи и балансирование, с чем данный продукт очень-очень справляется. Честно, не могу сказать, что это вау, какое-то супер средство, и лучше этого средства для очищения лица я ничего в своей жизни не видела, но как такое базовое, очень качественное, мягкое средство для очищения кожи лица, в принципе, подходящее любому типу кожи, очень-очень его рекомендую. Обратите, пожалуйста, на него свое внимание, если вы сейчас находитесь в таком вот активном поиске продукта именно на этой категории. И еще одно средство от марки Dermalogica, о котором бы мне очень хотелось рассказать. Это такая вот новинка от марки Dermalogica. Это Hydro Blur Primer. Это вот такая вот туба. Она у нас объемом 22 мл, с вот таким вот, опять же, носиком, с помощью которого вот необходимое количество средств вы выдавливаете на ваши пальчики, а потом уже распределяете по своему лицу. Ну, собственно, вот что это средство делает, уже понятно из его названия Hydro Blur Primer. Это такой вот очень классный увлажняющий праймер. Данный праймер тоже может подойти для обладательниц разных типов кожи. Я вот, имея комбинированный тип кожи, очень-очень данный праймер полюбила. В принципе, его можно использовать как самостоятельный продукт, в принципе, не нанося декоративного макияжа поверх него, так и использовать непосредственно как праймер, завершать им ваш уход за кожей лица и после того, как вы данный праймер наносите, переходить к нанесению макияжа. Что данный праймер делает? Он очень неплохо увлажняет кожу, он сглаживает рельеф кожи, он стягивает и визуально уменьшает вот те поры, которые присутствуют непосредственно на моем лице. И также он имеет такой вот незначительный бежевый оттенок, который, собственно, работает, в том числе и как такое CC средство, то есть делает такую свою color correcting функцию. Вот состояние моего лица и визуальная идеальность моего лица до применения данного праймера и после применения данного праймера, она действительно разительна. Поэтому я данный праймер периодически использую непосредственно в качестве финального шага в уходе за моей кожей лица. В каждодневной жизни я достаточно редко ношу какой-то такой активный макияж. Мне достаточно просто вот выровнять мою кожу, сделать ее визуальной идеальной, сократить поры в тех зонах, где они, по моему убеждению, являются расширенными. И вот, собственно, данный праймер, он легко со всеми этими проблемами справляется и на данный момент, и, собственно, в течение всего лета являлся таким моим очень хорошим, надежным помощником в вопросе визуального такого вот совершенствования моей кожи, плюс ухода и увлажнения кожи в одном флаконе. И еще одно средство, о котором бы хотелось рассказать в данном видео, это вот такое вот средство от марки Calistar. Это гиалуроновая кислота, баночка объемом 30 мл от марки Calistar. Это такой вот концентрат гиалуроновой кислоты с пипеточкой, с помощью которой очень легко наносить данное средство на кожу вашего лица и, в принципе, на кожу тела, если у вас есть такая потребность. Что я могу сказать про данное средство? Честно говоря, я от него ожидала чуть большего. Вау, эффекта, на который я, честно говоря, рассчитывала, у меня не произошло, потому что данное средство я покупала как замену Serum Repair от марки Dr. Seba с гиалуроновой кислотой и коллагеном, которая у меня благополучно в середине лета закончилась. Я предположила, что, возможно, данная гиалуроновая кислота от марки Calistar будет работать не менее эффективно и на моей коже, возможно, покажет тоже очень и очень неплохой результат. К сожалению, этого не произошло. Что я имею в виду? С вопросом увлажнения, то есть с функцией увлажнения кожи, данная гиалуроновая кислота справляется очень и очень неплохо. Но если продукт Serum Repair от марки Dr. Seba не только увлажнял кожу моего лица, но еще и очень классно работал непосредственно моей комбинированной кожи лица, не вызывая закупорки пор, не вызывая излишней выработки себума, и состояние моей кожи действительно значительно улучшалось после применения данного средства, то вот после применения гиалуроновой кислоты от марки Calistar, к сожалению, лично на моей коже количество себума увеличивается, периодически происходят какие-то высыпания, и поэтому после нескольких попыток вводить данное средство в свой базовый такой вот ритуал ухода за кожей лица, мне пришлось от него отказаться, потому что проблем после использования данного средства лично я на своей коже получала больше, нежели неких бенефитов, и на данный момент я его оставила как отличное средство, как гиалуроновую кислоту, которую я могу использовать для увлажнения моей зоны декольте, для увлажнения моей шеи и любых, собственно, зон моего тела, на которых у меня вдруг появляется какая-то сухая кожа, и у которой у меня возникает потребность увлажнить. Еще раз хочу обратить ваше внимание, я не ругаю ни в коем случае данный продукт, данный продукт очень и очень неплох, повторюсь, просто на моей конкретной коже, на комбинированной коже он мне показал тех результатов, которых я ожидала, возможно, на нормальной и сухой коже данный продукт отработает лучше, и будет действительно и увлажнять, и улучшать состояние лица, вот, к сожалению, обладателям комбинированного типа кожи, либо жирного типа кожи, я данное средство бы не рекомендовала, потому что с проблемой жирности оно, к сожалению, не справляется, а в моем случае, как я уже сказала, только провоцирует эту жирность. Итак, я очень надеюсь, что данная информация оказалась для вас полезной, если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, пишите мне вопросы, если у вас оные появились, я с удовольствием на все на них отвечу. Спасибо большое, что остаетесь со мной, и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!